В Грузии высокопоставленные силовики спешно покидают страну. Об этом сегодня сообщает Грузия Ньюс. Вот подробности. Прошлой ночью из страны выехал бывший министр внутренних дел Бачо Ахалая и его брат Дато, замминистра обороны. Оба соратники Михаила Саакашвили и оба замешаны в громких скандалах, в частности в деле о пытках в Гландской тюрьме. Грузинские СМИ утверждают, что страну также покинули министр юстиции, бывший глава парламентского комитета по безопасности и не только. Официально эту информацию, впрочем, пока что не подтверждают, но и не опровергают. В качестве причины такого побега называют победу оппозиции на парламентских выборах. Коалиция «Грузинская мечта», которую возглавляет миллиардер Бедзина Иванишвили, обошла правящую партию на 15%. Центр избирком уже обработал все бюллетени. Победа безоговорочная. Иванишвили устремился в политику около года назад и сразу обозначил своего главного конкурента, президента Саакашвили. Вот цитата. «Прошло время, и вместо возрождения ты уподобился Брежневу». Конец цитаты. Это Иванишвили говорил о Саакашвили. Тогда на политические амбиции предпринимателя многие отвечали иронией, мол, мечтать не вредно, но, как оказалось, мечты все-таки сбываются. Дашь корреспондент Ирина Кузьминская отправилась в Грузию, чтобы понять феномен Иванишвили. Как только появились первые предварительные результаты и стало понятно, что грузинская мечта хорошо впереди, на площадь свободы вышли сотни людей. Мы победили, несмотря на то, что Саакашвили и сторонники его партии всячески старались мешать честному голосованию, но им это не удалось. Через несколько часов цик объявят окончательные итоги, и в Грузии начнется новая эпоха. Но центр избирком молчал. Лишь в четыре ночи его глава заявил, сайт ЦИКа атакован хакерами, поэтому пока информации нет. Возле штаба грузинской мечты сторонники Иванишвили ждали призыва к действию, но он успокоил людей. Я всех поздравляю с победой, не волнуйтесь, ее у нас никто не отнимет. Обещаю, отныне власть, полиция, суд, все будет служить народу. Ответного слова ждали от лидера единого национального движения. Но президент Саакашвили держал паузу. Он появился на экране 2 октября глубоко после полудня и выглядел явно расстроенным. На этих выборах большинство голосов получила коалиция «Грузинская мечта». Для меня их взгляды неприемлемы, поэтому, как лидер партии «Единое национальное движение», заявляю, мы переходим в оппозицию. Тем не менее, Грузия демократическая страна, и я уважаю решение народа. Известный в Грузии политолог Сосо Цискаришвили уверен, сказать президент хотел совсем другое, а это заявление сделал под жестким давлением Запада. Конечно, это не его воля. Поэтому опасность того, что он передумает все, что наговорил, как только уехали наблюдатели из Грузии, существует. В штабе вчера еще правящей партии непривычно пусто. Одинокий охранник до флаги Евросоюза, Америки, НАТО. В зале для пресс-конференции скучают трибуна и микрофон. Но, как говорит депутат от единого нацдвижения, затишье это ненадолго. Он уверен, их враг, грузинская мечта, останется мечтой. И миллиарды Иванишвили не помогут. Одно дело сколачивать огромное состояние, тем более в бурных 90-х на постсраведском пространстве, совсем другое управлять современной страной, чтобы она не разваливалась. Впрочем, еще вчера происхождение капитала олигарха Иванишвили никого не смущало. Надо купить машины для полиции, пожалуйста. Построить стадион, поддержать олимпийскую сборную, да не вопрос. Глава государства принимает военный парад, а бизнесмен Иванишвили одевает и оснащает армию. Он отреставрировал более 500 храмов, и даже главный кафедральный собор Грузии, его рук и его денег – дело. Священники – такие же граждане страны. Я тоже голосовал. В Грузии чувствуется необходимость перемен, и народ сделал выбор, приведя к победе грузинскую мечту. Я не отношусь к тем, кто считает, что ее лидер занимался благотворительностью, чтобы потом сделать карьеру политика. Я сам только недавно узнал, что именно Бедзина Иванишвили еще в 90-х годах пожертвовал миллионы на собор Святой Троицы. Без него этот храм никогда бы не достроили. Вот здесь была крыша театра. То есть мы, по сути, на крыше? На бывшей крыше. На бывшей крыше, да. Он вообще говорит с придыханием. Свет, звук, декорации – все по последнему слову техники. Заказывает, например, режиссер гром и молнию – никаких проблем. И огромный запускай. Уже в своем кабинете Николай Свинтицкий признается, если бы 8 лет назад Иванишвили не помог, этот театр, кстати, самый старый русский театр за пределами России, умер. Поэтому и за спиной. Николай – чудотворец и олигарх. Один укрепляет духовно, другой – финансово. Я не считаю, что это какое-то чувство лезть, если бы я, вот, Иванишвили, начал политическую деятельность в тот же день. Я пришел, повесил портрет, это дешево. А это уже 7 лет. Когда мы даже и слухом не слышали, что он собирается в политику. Свинтицкий уверен, Иванишвили станет блестящим политиком. И Грузия при нем расцветет. А тем, кто сомневается, советует съездить в Чарвилу. Три часа дороги по горному серпантину, и мы в 170 километрах от Белиси. В родном селе Бедзины Иванишвили. Если верить людской молве, это место не что иное, как рай на земле. Это село победившего коммунизма. Именно здесь Иванишвили уже осуществил свою великую грузинскую мечту. Но мы проверим. На крышах металлочерепица и флаги коалиции. Первый же встречный местный житель приглашает в дом. Дедушка Валико с восторгом рассказывает, как его знаменитый односельчанин здесь все по справедливости устроил. Сначала вода, газ, свет, все бесплатно было. А потом народ стал свет круглые сутки жечь. Бедзине не понравилось. Он сказал, вот за столько киловатт платить буду, а что сверху сами. И это очень правильно. Мы научились экономить и уважать чужие деньги. Избежать застолья гостю в Грузии невозможно. Иначе обида. Хоть рюмочку чачи, но выпить придется. У бабушки Нино право первого тоста. За Бедзину. Он добрый и совестливый человек. Мы все за него голосовали. Прежняя власть только обещала, но ничего не делала он. Если сказал, то так и будет. В Чарвиле 400 домов, несколько школ, кинотеатр, бассейн, своя пожарная бригада и даже дворец бракосочетания. Вот как раз на свадьбу попали. Но спасаемся бегством. Иначе о работе можно забыть. А это местная больница. Сюда приезжают со всего района. И всех принимают бесплатно. Хотя это не государственное, а частное. Медучреждение. Построено и оборудование. Зарплаты очень приличные. Вот у меня в месяц выходит 750 долларов. Но как вы понимаете, платят их нам не государство, а хозяин больницы. А главный реаниматолог не выдерживает. И показывает нам новый корпус. Его откроют в конце месяца. Здесь все готово для приема самых сложных больных. Вот это стоит 4 тысячи евро. А это респираторный аппарат 16 тысяч евро. А это дом семьи Иванишвили. Они, правда, всего однофамильцы. Но считают бедзину родным человеком. Не спеша за сбором винограда беседуем. Интересуюсь, приятно ли жить на деньги богатого односельчанина. Он действительно нам всем очень помогает. Но главное, он создал рабочие места. Мы не бездельники. Все трудимся. Кто в поле, кто в школе. Мужчины технику освоили. Многие на строителей выучились. Сторонники президента с этим не согласны. Михаил Саакашвили много для Грузии сделал. Утверждают они. Достаточно взглянуть на новенький дом юстиции. Или величественную резиденцию главы государства. Есть и другие доводы. Он обещал покончить с массовой коррупцией. Покончил. Он обещал покончить с ворами в законе и организованной преступностью, которая полностью владела этой страной в 90-х и в начале 2000-х. Покончил с этим. Впрочем, этот аргумент для многих в Грузии не факт. Когда говорится о том, что нет в стране больше воров в законе, а им нечем здесь больше заниматься, потому что их сменили властные структуры. И вместо воровского рекета, государственный рекет, еще более строг в отношении местного бизнеса. Отношения власти и бизнеса отныне будут другими, заявил Иванишвили. В пятницу он собрал ведущих предпринимателей и пообещал, теперь они будут чаще встречаться. Я здесь почти никого не знаю. Это плохо, но скоро мы познакомимся теснее. Лично обещаю, когда приду в правительство, никому не позволю засунуть руку в чужое имущество. Но и от вас потребую создавайте рабочие места, честно платите налоги. Думайте не только о своих кошельках, а прежде всего о людях. Бизнес-сообщество этот посыл услышало. Уже на следующий день в Тбилиси часть автозаправок сменили ценник на бензин. И не в свою пользу. И в аптеках лекарства подешевели сразу на 20%. Ирина Кузминская, Нана Пиикришвили, Анатолий Романов и Игорь Бекренев вместе из Грузии. Редактор субтитров А.Семкин